Грузинское «Динамо» на стыке 1970-х и 1980-х было великолепным. Главный тренер Нодара Халка Цей поставил команде фантастическую игру, которую тогда охотно сравнивали с Лезгинкой на поле. В «Динамо» играли настоящие звезды – Кипиани, Чивадзе, Шенгелия, Габелия, Гуцаев. И, конечно, Дороселия. По пути к финалу «Динамовцы» обыграли несколько сильных команд, в том числе «Вестхэм» и «Фенаорт». А 13 мая 1981 года «Тбилисская Динамо» в решающем матче Кубка Кубков встречалась с Карл Цейейсом из ГДР. В Грузии жили той игрой. Немцы открыли счет во втором тайме, но «Динамо» быстро забило в ответ. Казалось, что матч перейдет в дополнительное время, но на 86-й минуте советская команда провела изумительную результативную атаку. Все сделал Виталий Дороселия, принял мяч недалеко от штрафной, изящно обыграл двух защитников и поразил ближний угол. Хорошо, что сохранилось видео, и можно самим насладиться волшебными действиями полузащитника под комментарий легендарного Коте Махарадзе. «Такого радостного дня у грузин, наверное, не было со времен царицы Тамары», – отмечал комментатор. «Мы почувствовали вдруг, что мы из сильнее всех. Почувствовали, что мы вправду свободны». Дороселия сразу же стал героем Грузии. В республике резко подскочила популярность имени Виталий у младенцев. В Тбилиси болельщики встречали команду прямо на взлетно-посадочной полосе, а автора победного мяча Страпа вынесли на руках. За победу Дороселии клуб подарил новые «Жигули» – «Копейку». Это был первый автомобиль футболиста. Стал обходить по дуге, и машину понесло в пропасть. Команда его класса – реал-финал Кубка Кубков, пик карьеры Дороселии. На момент триумфа ему было 24 года, хотя тогда думали, что 23. Дело в дате рождения. Распространенная практика в советские времена, футболистам корректировали на несколько месяцев дату рождения, чтобы они могли играть за юношеские сборные. Дороселия родился 9 января 1957 года, но раньше в его официальных документах указывалось 9 октября. Виталий – из абхазского городка Ачимчира, где футбол обожали и обожают. Дороселия вспоминал, что в детстве постоянно играл со старшими ребятами, и это помогло ему окрепнуть и быстро стать звездой. Уже в 17 лет он попал в чемпионат Грузии, забил за родной Амиране 20 мячей за сезон. После этого, одаренный нападающий, тогда он еще играл на позиции центрфорварда, отправился на просмотр в Тбилисской Динамо. Виталий Дороселия. Когда грузинскую команду возглавил великий Нодар Ахалка Цея, Дороселия сменил позицию, тренер верно решил, что на левом фланге полузащиты молодой футболист раскроет свой потенциал. В то же время он выиграл юношеский евро в составе сборной СССР, а чуть позже взял золото из советской молодежкой вместе с Валерием Газаевым. В 18 лет Дороселия дебютировал в чемпионате СССР, в 21 год, за взрослую сборную СССР. В составе национальной команды полузащитник даже полетел на чемпионат мира в 1982 году. Тот турнир проходил в Испании, скауты различных клубов пристально наблюдали за всеми, в том числе за Дороселией. Его сын Виталий Дороселия-младший вспоминал, отцу предлагали очень хорошие условия личного контракта, а один грек даже завод обещал в качестве подъемных. Папа отдавал предпочтение испанскому футболу. Команда его стиля и класса – Мадридский Реал. В жизни Дороселии важную роль сыграло число 13. Он играл под номером 13 в Динамо и в сборной СССР. Сыграл свадьбу 13 ноября. 13 мая 1981 года забил победный мяч в финале Кубка Кубков. 13 декабря 1982 года сорвался с обрыва. 13 дней искали его тело. В день трагедии Дороселия на тех самых «Жигулях» спешил на помощь брату Геннадию, его арестовали за хулиганство. У Виталия был особый вес в Грузии и Абхазии. Однажды он помог близкому другу избежать смертной казни, ее заменили на 13 лет тюрьмы. Футболист собирался выручить и брата, но для этого необходимо было преодолеть длинный извилистый путь. Вместе с Дороселией в машине был его тбилисский друг. Родные вспоминали, что Виталий никогда не было сам вождения, да и вообще за руль садился не очень часто. Скорее всего, это сыграло роль. Зимняя узкая дорога, серпантин, отсутствие отбойников, в такой ситуации даже профессионалу сложно. Племянник Дороселия Бедо вспоминал, что копейка футболиста в одном из поворотов задела другой автомобиль, и обе машины сорвались, хорошо представляю, как все это было дядя, вписываясь в этот поворот, чуть-чуть выехал навстречу. Увидел перед собой автомобиль, и стал его обходить по дуге. Понесло боком в пропасть. Друг футболиста погиб на месте, сломал шейный позвонок. А Виталий от удара выпал из машины прямо в горную реку. Возможно, потерял сознание, но есть версия, что у него в воздухе произошел разрыв сердца. Течением тело унесло на два километра. Футболисты искали 13 дней. Дядя Звезды и мальчик из деревни обе недели провели на месте катастрофы и с трудом нашли Дороселию, его тело было погребено в песке, лишь рука торчала из него. Все жители Абхазии переживали гибель любимого спортсмена, как личное горе. В Грузии, конечно, тоже был траур, глава Компартии Шеварднадзе настаивал, чтобы Дороселию похоронили в Тбилиси. Мама полузащитника с трудом отбила право сделать это в Абхазии. Прощались с футболистом, кажется, все. И никто не мог поверить, что звезды советского футбола больше нет в живых. Дороселию и сейчас помнят. В 2013 году в Тбилиси начал работу интернат имени Виталия Дороселия, на открытие которого приезжали Криштиану Роналду и Андрей Шевченко. В Ачимчире есть стадион, названный в честь одного из сильнейших футболистов Абхазии. Дороселия был большим футболистом и большим человеком, но трагическая случайность оборвала его жизнь очень рано. Ему было всего 25.